Добрый день дорогие друзья! Для сегодняшней самоделки потребуется батарейка непонятно почему именуемая кроной И хотелось бы сказать по этому поводу словами классика но по этому поводу классик ничего не говорил, к сожалению Кроме батарейки нам потребуется нерабочая зажигалка Именно с нее мы и начнем Разбираем и извлекаем пружинку которая поджимает кремний Делать это нужно очень аккуратно поскольку пружинка может выстрелить в неизвестном направлении Немного обтачиваем винт М2 и вкручиваем его в нашу пружину Место соединения аккуратно пропаиваем Помимо указанного выше потребуется шарик от подшипника В алюминиевой детали круглого размера сверлю два отверстия В принципе вместо вот такой детали вполне можно использовать обыкновенную шайбу стальную С помощью метчика нарезаю резьбу в заранее просверленных отверстиях Резьба М4 В центральное отверстие вклеиваю втулку М2 С резьбой М2 точнее А в отверстие с резьбой вкручиваю шпильки соответственно М4 Также вкручиваю и пружину с шариком Подготавливаю посадочное место для размещения батарейки Источника питания Источника питания Источника питания Не побоюсь этого слова Силовым агрегатом нашего устройства Будет выступать микросхема C4013 Отечественный аналог К561 С целью упрощения и ускорения монтажных работ Сборку буду производить на макетной плате Так проще и удобнее Собираю устройство согласно схеме Схема сейчас появится Как вы можете заметить Она очень проста И ее под силу собрать даже Человеку который Впервые держит паяльник Кстати хочу дать вам один полезный совет Гораздо дольше по моим наблюдениям Служит именно латунное жало Данный паяльник Как правило оснащается стальным жалом Крайне неудобная вещь я вам скажу Я вытачивал и медное жало Также мне не очень понравилось Быстро выиграет Латунное пользуюсь вот уже Месяца три наверное Никаких повреждений не выявлено Гораздо надежней И более износостойко Именно латунное жало Верхнюю шайбу Стоит установить таким образом Чтобы шарик внутри нее Был ровно по центру Это очень важный момент Принцип действия устройства Очень прост И вероятнее всего Технически грамотные коллеги Уже догадались В чем суть этого устройства При сильной тряске Замыкается контакт Между шариком И шайбой Назовем ее так И срабатывает Светодиод Зажигается Для того чтобы Отключить Систему Достаточно нажать Кнопку Казалось бы Ну загорелся светодиод И что дальше Какая польза Но ведь Вместо светодиода Можно подключить Нечто другое Например Трехкиловатную сирену Какую нибудь Правильно? В нашем случае Это попросил меня Сделать Мой знакомый Сигнализатор Будет установлен У него в гараже Как мы планируем Сделать Эта штуковина Будет располагана Расположена На воротах И соответственно В случае Несанкционированного Какого нибудь Попытки Точнее Проникновения В гараж Это все дело Сработает Будет подключен Телефон Через герконовое реле Маленькое такое И Этот телефон Будет Звонить Автоматически Хозяину Он будет Хватать Ружо Двухствольное И мчаться К своему гаражу Штука очень простая Потребляет Очень мало Малый ток То есть батарейки Крона Допустим Хватит Лет на 5 На 6 100% Можно повторять Всем Рекомендую На этом все Пишите свое мнение В комментариях Будем общаться Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Тот кто хочет Поддержать Канал финансово Может сделать это По ссылке И вам В карму Доброе дело И мне Приятно До новых встреч Жмылку Но посаран Пока Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok